здравствуйте дорогие друзья в рамках проекта христианский взгляд мы на портале экзегет комментируем сегодняшние события сегодняшние факты то что волнует наше общество сегодня хотелось бы поговорить о словах стиши патриарха кирилла которые он произнес на днях в частности он призвал отказаться от празднования дня святого валентина говорят что популярность этого праздника связано с распространением идеи свободной любви свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека за жизнь будущих детей которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными наконец-то святейший патриарх озвучил то о чем мы говорим десятки лет и что каждый год наталкивается на яростное сопротивление тех людей которые не согласны ни с чем подобным этот день любви это деньги прекрасных отношений в народе конечно называется это день секса за открытку но попробуй же кому-нибудь об этом в лоб сказать кресте подряснике надо как-то говорить тем более гуманно более там корректно но давайте называть вещи своими вещами как стиши патриарх говорит что это идеи свободной любви но вы же прекрасно понимаем что за этим стоит а церковь вообще против блуда когда ты соединяешь свою душу и тело с другим человеком вы же двое вплоть единую но не в браке а уже в беззаконном сожительстве то все равно твоя душа теперь становится едином целом с душой другого человека как и тело через тело к душе ну а потом что по современные песни и фильмы посвящены тому как же тяжело жить с человеком который тебя бросил перед этим по матросев потом же вы расходитесь и душа ваша была целая потом становится половинка души становится а потом еще один партнер он забрал часть вашей души по 2 этот забрал а потом 3 3 забрал потом 4 4 забрал 5 6 и что с от вас остается ничего жить не хочется а потом только слезы депрессии печаль уныние самоубийство в общем то чего только нет ты говоришь церковь говорит вам не лезьте сюда потому что тебе хуже будет не лезьте к нам а потом вы бежите к психологам психотерапевтам психиатрам это хорошо что если добежали а некоторые просто сиганули откуда-то там из-за неразделенной любви а кто-то так и живет с этой растерзанной душой поэтому церковь говорит ребята заповеди это правило дорожного движения если стоит знак опасный поворот то не надо входить на него на скорости 90 следишь в разобьешься взорвешься сгоришь снизь скорость а плевать не на знаки понаставляли здесь вот церковники и вылетел и разбился выжил но еще хорошо подлечится будет уже соблюдать правила дорожного движения а не выжил так и в духовной жизни не все выживают поэтому было дорогие друзья мои это то что нас разрушает собрать может только церковь только бог в церкви живущий но не все туда идут и поэтому любые праздники которые пропагандируют в так или иначе свободную любовь который пропагандируют жизни как будет святейший патриарх безо всякой ответственности за жизнь близкого человека ведь в любых таких гражданских браках только девушка считает что она якобы замужем а парень считает себя человеком совершенно свободным это единичные истории бывают когда браки создаются после долгих долгих лет совместного сожительства но заведомо идти окунуться в пучину плудных отношений надеясь на то что брак создастся потом опрометчиво и небезопасно поэтому стейший патриарх он предлагает вам рецепт счастья предлагает ограничить нашу страну от того что так или иначе способствует распространению греховных по своей сути идей вспомните все таки наши традиционные ценности в мире не хотят они говорить что же такое традиционной ценности но на самом деле они в ценности христианские и тысячу покалеченных то тысячи миллионы покалеченных судеб говорят что исполнять заповеди лучше даже с точки зрения земного бытия даже не в молчу про вечность чем их не исполнять поэтому желаю всем целомудрия любви друг к другу внимательной обходимости обходительности в любой день года а не только в навязанные нам праздники итогом которых как правило становится нездоровые блудные отношения хотелось бы сегодня поговорить о словах святейший патриарх кирилла которые он произнес по отношению к празднованию дня хэллоуина до октября еще далеко но слова были сказаны на днях поэтому давайте их обсудим и так большой вред воспитанию наносит проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю хэллоуина давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии принесенной к нам из-за рубежа совершенно чуждой нашим традиционным ценностям принципам историческим духовным нравственным религиозным почему это вносится в наше культурное пространство надо задать этот вопрос в первую очередь тем кто содействует при внесении всех этих продуктов в нашу информационную среду такие замечательные слова наконец-то чеш патриарх высказался на эту тему потому что вопросы задают постоянно тем более верующие люди которые видя всю эту чертовщину которую пропагандируют в школах детских садиках и навязывают православным семьям не знают как с этим быть не идти будешь белой вороной идти будешь чертом или еще какой-нибудь нечистью и вообще участвовать во всем этом кажется как-то очень страшно и небезопасно духовно ведь собственно это современный секулярный мир решил что совершенно безопасно припоминать и в словах и в жизни и вообще в общественном пространстве всякую нечисть но кого ты припоминаешь тот к тебе приходит подобные притягиваются подобным наши деды прадеды они лишний раз не припоминали ничего такого чтобы не пришел тот кого ты вспоминаешь а ведь для бесов главное не то чтобы ты пентаграммы рисовал людей в жертву приносил кошек или на кладбище там танцевал в неподобающем виде или кровушку чью-то пил ему важно чтобы ты принял бесовские идеи сатану в свою жизнь не заметив что это бесовские идеи что это сатана то есть в виде только ангела светла он преподает им какие-то свои идеи обеливая всю ту бесовщину чертовщину которая издревле понималась людьми правильно зло называлось злом бесы назывались бесами и никто не делал из них положительных героев а мы прямо обеляем их любим фильмы мультики снимаем это круто это здорово вообще очнитесь люди нельзя бесовская сила заигрывать патриарх об этом говорит языческий праздник бесовский не то что не наша вера раз она не наша то плохая раз западная то плохая не все из запада что из запада приходит к нам плохо но приходит оттуда и поклонение демонам из глубоких давних до христианских времен и мы казалось бы все мы эту всю историю оставили позади мы берем только обертку она пустая она пустая до тех пор пока ты не надел этот костюм до тех пор пока ты не начал отмечать этот праздник и не окунулся в эту демоническую атмосферу вот тогда они приходят туда где их зовут бедные дети которые находятся в заложниках доверия тому что говорят их родители тому что говорят их учителя к тому что доносится с каждого утюга из средств вас информации приходят на улицу везде эти тыковки везде эти демонические рожи везде популяризация того что никогда не было частью ни нашей культуры ни нашей духовности популяризирует то с чем мы боремся ибо написано что браль наша не против плоти и крови пишет апостол Павел а против духов злобы поднебесных а тут мы прямо зовем их ребята вот сегодня день всех святых еще кощунство такое день всех демонов надо было бы назвать основ что Sega ko심 mús демонизм на демонизме и все это становится частью нашей культуры а культура она не делима культа все лучшее что есть в и trainer западноевропейской в нашей культуре этой части религиозных мыслей религиозных обрядов, церемоний, перешедшие из стен церкви в быт людей и говорящих о красоте, добре и истине, о Боге через уже какие-то культурные традиции. Что здесь говорится о добре? Где здесь красота? Где здесь истина? Зло, ложь и безобразие. Только это есть в этом бесовском, по сути, своём празднике. И действительно у меня возникает вопрос такой же, как у святейшего патриарха. Почему этот праздник привносится в наши дома, в наши школы, детские садики? Почему? Множество праздников у разных народов. В Австралии, в Гриландии, в Новой Зеландии, в Латинской Америке, в Мексике. То есть, не просто так он пришёл к нам, потому что это тот праздник, который должен быть во всём мире. Нет, именно этот, он навязался искусственно. Когда тебе с каждого человека говорят, что это праздник всех праздников, важнее Пасхи даже, то ты в конечном итоге будешь этому верить. Особенно, если ты подросток, школьник, и когда тебе праздник просто ради праздника. Ну, нельзя так. Нельзя использовать языческие торжества в обыкновенной повседневности. Не пришёл же к нам День мёртвых из Мексики? Никто же не отмечает. Хотя, если бы это так же насильно пропагандировалось с нашими средствами массовой информации, то точно так же мы ходили сейчас и духов предков наших подкармливали где-нибудь на кладбищах и припоминали их. Так что, друзья мои, послушаем Отца нашей Церкви, послушав Тешу Патриарха, вспомним, что этот праздник не исторический, не духовно, не нравственно, не религиозно, не имеет к нам никакого отношения. Вспомним, что сейчас, в общем-то, мы вступили на рельсы, слава тебе, Господи, в возвращение к настоящим нашим русским традиционным христианским ценностям. И имеете право достаточно жёстко и серьёзно поговорить с руководителями ваших школ, с директорами, с учителями, со всеми теми, кто насильно навязывает вам то, против чего наша вера, против чего русский народ, против чего русская культура.